СДЕЛАНО В ВЕТКИ 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 Это уже практически половина зимы прошла. Вот сегодня шел я по улице Бодрящий Морозец. Вот я первый раз, честно говоря, зимние теплые вещи я достал из шкафа. Вот сегодня в них и пошел. И смотрел, в чем народ идет. Ну, народ, несмотря на, говорят, затянувшийся ризис одет. Красиво, неплохо. Усматриваются последние тренды. Это максимальное облегчение одежды. Это мембранные горнолыжные урт и легкие стеганные на тинсулейте пальто. В общем, сегодня все соответствует сезону. А если на бабушек посмотреть? А бабушки наши очень много из них. Бабушки, которые ходили в старых шушунах черных до земли, в платках, они уже вымерли. Класс, ну, может быть, еще где-то в районах можно найти. А сейчас просто идет девушка, на нее смотришь сзади, что это фигура. Боже, ты мой, в джинсах все обгоняешь, поворачиваешься. А там бабушек лет 70 идет. Ну, хорошо. Вот бабушки все бренды. Следит за тенденцией. Пусть даже эти бренды и секунда. Но бабушки тоже научились сильно одеваться. А скоро будут продвинуты компьютерные бабушки в татуировках. Вот в чем они лет через 20. Когда они дорастут нынешние, да, молодые женщины. А если вот говорить об истории, то, наверное, какой бы был шок у нынешних, вот даже, ну, сколько, 60-летних бабушек, 50-летних, 40-30-летних людей, если бы они мгновенно перенеслись бы, скажем, 50-е, 60-е годы и примерили ту зимнюю одежду, которую носили тогда. Ну, я знаю только по снимкам, по фотоснимкам, представляю, во что одевались. Ну, в принципе, там десятилетиями, наверное, мне-то уж много все менялось. Это тяжелое пальто или шубы, это скользящие на глянцевой подошве ботин или сапоги. Это вот в шинели надо было стоять, выпрямившись. Тяжелые шапки, вот, не знаю, сейчас, наверное, шубы уже висят в шкафах, там, поедаемые молью за невостребованностью. Но, тем не менее, вот как-то ушла вот эта эпоха тяжелой массивной ватной одежды. Ушли и многие, и это приметы времени, вот, я подумал, что вот раньше, когда было мало машин, еще, к примеру, в 80-е. Автомобили, в смысле, да? В 90-е, вот, представьте, когда приходили в гости, вот, это сейчас, ну, 100 рублей, такси, доехал, приехал, все, а тогда, особенно, вот, даже сегодня погода, минус 20, здорово морозится. Сейчас, приходя в гости, да, мы тут же с порога, сняв сапоги, они мчались с юзами в ванную, там, или в туалет, и, изгибаясь, сейчас, и снимали с себя толстые ритузы. Потому что ездить в общественном транспорте, и все, а теперь уже, не знаю, такой предмет одежды, он уже малопопулярен. Хотя, с другой стороны, вот, и раньше были, наверное, люди продвинутые, вспоминается один случай, в зиму 79-го года. Это ударили внезапно, внезапно, вот, еще днем было где-то около 10-15, а потом ночью ударили морозы до минус 40. И я вышел на перекресты улицы Попова, был в гостях, вот, и был лютый холод, у меня была шуба, ну, не толстая, но все, вот, и ощущение было, что я голый. И народ шел пешком. То есть пробирало хорошо. Был такой морозный туман, была ночь, там, горели фонари, и народ, ну, не ночь, еще часов 11 было, но еще не ощутили масштабов катастрофы. А народ, смотрю, двигается, уча народа, пешком в сторону Воровского. Я поинтересовался, лопнули троллейбусные провода, и пошли с нами, все равно транспорта не будет. Вот мы идем, и впереди идет силуэт, ой, в тумане, силуэт высокий, потом шагов там 20, силуэт становится низким, потом идешь снова, силуэт высокий, и дальше силуэт маленький. И мы когда подошли, то оказалось, что впереди шла дама в Дублен, ой, хороший модный Дублен, и в Калгот. Вот она в минус 140, она пробежит шагов 20, ноги замерзают, она приседает и сидит, согревается. Потом снова встает, снова бежит, и все, случай запомнился. Это был январь, да, был тоже? Это был конец декабря, перед Новым годом, раз ударили, Новый год встречали в стриме. Ну, помогли даме-то? Ну, как мы не поможем, не будем же мы и растирать колено. На улице. Вот, поэтому моды были разными, но были и красивые, были и ужасные. Сейчас мы поговорим и об ужасах нашего города. Вот на ветке все, и что происходило? Ну, начнем, а не странно, в войну тоже моды формировались. Вот я обычно с 50-х начинаю годов, потому что тогда уже признан и моды, уже признан и социальных приметов, социального неравенства и прочее. Страна постепенно расправляла крылья после войны. Ну, вот, что определяло? Ну, во-первых, трофейные фильмы начали крутить с 43-го года, когда даже в Ирове стали смотреть и, ага, в чем там ходят там вообще женщины. Трофейные, в смысле, зарубежные. Трофейные, да. Картины, которые были привезены в фронт. Во-вторых, вот было это уявление. Все представляют ленд-лиз, это постав и там тушон, и там студы БРФ, виллесов, вооружения, еще и самолетов, еще чего-то. Но ленд-лиз это было много и для работников тыла, как бы сейчас назвали, снабжали сент-хендом. То есть Америка, которая, я замечу, была союзником. Вот не все знают сейчас, что была союзник во Вторую мировую. Если не знают, знаете. Посылали жителям, сидывались и отправляли огромные антеннеры с одеждой, там в основном бэушной, конечно, сюда. И поэтому раздавали. Вот не в чем было ходить. Ходить было не в чем, от слова совсем. У писателя нашего Бориса Иреова есть замечательная история про госпитали времен войны, когда сделали выговор до отроши одной, что она в халате ходит домой, а у нее оказалось, что не было платья вообще. Вот у нее была шинель и халат. Там под халатом, видимо, только белье, она вынуждена была. Вот поэтому-то им людям, которые оставались без всего, это было масса эвакуированных, раздавали Америкаанс и Эсэ Эндхенд, поступавшие по Ленд-Лизу. Поэтому мода формировалась вот и из этого тоже. В том числе из-за этого такого печали. Еще было такое явление, о котором мало говорят. А вещи-то они до нашего города доходили эти? Конечно, раздавали же. Они были здесь. Даже и в школах, потому что не в чем было ходить и на предприятиях, и всюду-всюду. Это была всегда и немалая помощь. И еще такой момент. С началом войны было масса эвакуированных, в том числе из западных областей. И даже у нас в Ировской области люди разных профессий. Но образовалось немало очень профессиональных портных, в том числе и евреев портных, которые умели делать вещи на европейском уровне. Вот это все плавно перешло в 50-е годы. И поэтому, смотря на фотографии улиц нашего города и на людей в 50-е годы, смотришь уже, ага, были очень красиво одетые женщины. Особенно интеллигенция или там жены начальников. Это были, конечно, вполне европейские. Хоть и тяжелое пальто. Это были и это шляпы с вуалями. Это было там еще что-то красивое. Но основная масса, конечно, ходила. Это уже телегрей. И это то, что удалось оторвать. Ведь ничего не купить. Говорили в СССР, что купить можно было. Что-то купить либо по блату, либо по случаю. Либо сшить в ателье, либо сшить самой. Не купить, а достать. Достать. Поэтому, конечно, основная масса это плоти там завязаны. И это вот рабочий класс. И все, они выглядели десятилетиями, наверное, не меняясь. И очень бросалась в глаза вот эта разница. Люди, которые умели и хотели. Ну, в принципе, любая там лаборант или рабочая на заводе, если у нее была тяга в моде, если она хотела, тогда уже в 50-е это осуждалось. Особенно в нашем консервативном городе, в принципе, вот всегда старушки, которые у подъезда, да, они просто даже на улице могли в 50-е, в 60-е подойти и одернуть. Что у вас там слишком вызывающий наряд, что у вас там слишком рот, там, юбка или пальто. Это не наш Америанс или еще что-то. То есть это было еще повод для конфликта даже был, да? Их стилях, но тем не менее, вот в таком вот с одной стороны консервативных условиях, а с другой стороны стремление как-то приблизиться к моде, оно вот вынуждало людей доставать, шить. Вот еще 50-е годы забавный тем. Вот вчера смотрел фотографии памятник Сталину был. Ну, примерно там, где вечный огонь сегодня. И вот дети стоят. Ну, зима не зима, зимняя мода или осенняя, но уже довольно прохладно, листья опали, и вот дети, причем дети маленькие, у них-то и шапочки, не знаю из чего, типа этих летных шлемофонов, рот и пальтишки, и штаны на лямках, причем штаны выше лен. То есть вот представляете, там, ну, где-то около нуля или даже на минус градус ребенок одевает гольф и ботин, и голый лен, и штаниш и с лямками, и пальто. Вот почему-то, я не знаю, то, что надо было утеплять, не утепляли. Строй есть, строй выше, вот выше. Кто ходил в этих штанах, то сейчас уже, кстати, выражение, наверное, забылось. Раньше еще в мою молодость говорили, салага, штаны на лямках сейчас уже. Да, да, я помню такое выражение. Студенты, студенчество, конечно, есть фотографии студентов, и вот у тех вузов, которые вошли в состав ВИАДГУ нынче, в том числе у ПИЭТ-института, студенты в огромных широченных штанах. А вот представляете, 50-е годы студенты, жизнь в общаге, общага Омна, это человек на 6, на 8, и одеть нечего у одного там. И вот когда студент, например, знакомился с девушкой, шел на свидание, то его одевали и пировали всей Омнатой. У кого-то были штаны без дыр там в 50-е годы, у кого-то был хороший пиджак, у кого-то был галстук, у кого-то была шапка. Вот, и собирали, вот это ушло, но это было. Это вот мне даже мои родители рассказывали что-то таким образом, причем ботин и вот... И точно так же там девушку собирали, да, наверняка? Может быть, да. Если она тоже была из студента. Я платье, говорят, взяла у Нади, теперь я буду Марина Владимировна. Вот обрали там и платье, но ботин и чистили. Интересно, вот, чтобы были блестящие, лаковые, вот особенно зимой, это разжевывали сахар, потом выплевывали вот на ботин и растирали. Это все, масса застывала, и корочка получалась. Покрытие, да, это было в 50-е годы. Ну, вот про уголовную моду очень, конечно, и в Пьеве... Подождите, подождите, то есть в 50-е вот тенденции моды, они все вот еще были как раз вот из тех фильмов, привезенных с войны и так далее. Пока никаких других времени не было. Причинялись очень долго тенденции вот этих 40-х годов, это я уже 60-м, даже в 50-х, вот даже представьте, знаменитый наряд Гурчин, да, она спелая, про 5 минут. В карнавальной ночи? 5 минут, то это была, значит, мода стиль Нью-Йорк 47-го года образец платья. Ого! Вот 47-го. И тогда беда была в том, что если у нас даже начинали что-то шить, если начинали, если это было, конечно, достойно там внимания, то, во-первых, очень сложно было модель запустить, надо было по всем приплановой экономике согласовать, там получить, найти фурнитуру подрядчиков, это, 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 и запускали. Там вначале это, может быть, было интересно, но потом уже все это безнадежно устаревало, и потом 10 лет это не менялось. Это вот гнали у нас на заре, там, еще на их-то фабриках, вот гнали-гнали эту одежду, это сохранилось аж до начала 90-х, когда висели там десятками пальто, навят и говорят, польты, польты, сижу в пальте. Которые гнали в этой плановой экономике десятилетиями, не меняя. В общем, легкая промышленность только по названию легкая, на самом деле. Еще интересно было, что в 50-е годы полно было людей-служилых, то есть военные, там, милиционеры, даже там, пожарные и прочее, им выдавали не только форму, но и крой. Сейчас уже люди забыли, что это выдавали отрез там на шинель, или даже кожу и все причиндалы на сапоги. И вот дамы многие вот очень шили, очень красивые, но сапоги не назывались в 50-е годы ботильоны. Ботильоны. Это и ботин и на штурках. Вот если муж служил, он отдавал свою хромовую кожу, и были сапожни, и вот, в частности, возле завода 1 мая, даже, по-моему, начинал из пленных немцев кто-то до 50-х годов, отличный сапожник. Он даже имел право там работать в свободной мастерской. Вот он был знаменит на весь город, он шил вот эти легендарные ботильоны, вот из шинельного сукна шили зимнее пальто женское. И, конечно, доходило до абсурда, что описано у любимого мной Абаова, любимого в ранних романах Абаова, вот в частности, в этой же Атулке, когда уже в 50-е годы мода и из трофейных их-то вещей складывалась, привезенных и из Ленд-Лизовских, и где-то раздобытых, и вот привезли роскошные ночные рубашки пеньюары. Вот, видимо, одной даме подарили, и она приперлась на светскую вечеринку в ночном пеньюаре, спутав его с бальным платьем. Не знаю, как у нас было, но вообще было забавно. Особенно, когда собирались военные, то, ладно, там военные образца 60-х, 70-х, там уже ближе цивилизации были, и все, когда вот эти галифе снимали, там без сапог, галифе со штрипами внизу, пояс там почти до подмышек высо, и на одной шлевке там сзади. И когда вот они в том виде, это считалось естественно, но сейчас бы просто не поняли. А как с обувными магазинами, с магазинами одежды в нашем городе, в 50-е и 60-е? Практически. Или на заказ. Практически было уже понятие достать. Вот что-то добывали, но была очень развита сеть ателье и частных портних. В частности, вот в доме, где я жила в детстве, Атиапс и 86, на первом этаже сидела женщина, звали Анна Абрамовна Щева. Вот она была инвалид, она сидела на огне и шила постоянно платье. Она шила актрисам драмтеатра, шила работницам там или женам об Ома, там им-то известным людям, вот преподавателям. У нее очень были выкрыты, и это вот шло и все 60-е, годы 50-е. И вот услугами-то их классных портных, да и по городу вообще ходили, вот передавались фамилии мастеров высочайшего класса, которые, и к ним была запись. Сейчас вот уже, наверное, нету ателье, это все снивелировалось. А то там портной, портной, закрощай, закрощай. То есть если в то время получить профессию портного, то без куста хлеба ты бы не остался. Это было перспективно. Ну, конечно, вятским там, Зайцевым не стать было, но тем не менее какой-то доход можно было иметь. Вот мы дошли, а еще была мода, конечно, красивая. Вот было у моей родительницы 50-х годы. Это знаменитый чернобур, и то есть это шкура целой лисы. Вот можно было прийти в платье облегченном, но ой-то писк, это обязательно мех. Почему-то лиса, я знаю, что она серебристо-черная, ее называли чернобур, это такой черно-серый с отливом мех. Эта штука не пришивалась, она была с хвостом и с лапами, и с мордой. Накидывалась просто. Да, с глазами просто, да, наидка была на плечи, и лапами у шкуры завязывалась на груди. Ох, зоозащитники. Насилие у него была чернобур, это не знаю, там даже с чем сейчас сравнить, был предмет зависти. Это дорого стоило. Ой, безумно, конечно. Все меха, у нас, несмотря на наличие, их-то в 60-е годы получило вот с переездом сюда в НИОЗа, открытием факультета охотоведения, открытием зонихи, развитием Фабри и Бел, а вот меховая промышленность в 60-м. Но она ведь на 90% работала на оборону, а что-то вот здесь было все по остаточному принципу, но тем не менее даже в 70-е, 80-е, когда приезжаешь из Москвы в родную Вятку, то видишь, насколько здесь зимой, с точки зрения наличия мехов, люди одеты богаче, чем в столице. Там, видимо, и студенты, и приезжие, и случайные люди, и местные, и теплее зима, и тяжелее достать. А тут все, и вот зима холодная, меха рядом. Ну, это мы придем. Давайте 60-е годы. Так, мы перешли снова в 60-е. Ну, еще в 50-е, после визита в 50-м году, по-моему, Мао Цзэдуна в Россию, русские и тайцы стали братья наверх в очередной раз и сейчас, да, и хлынули и тайские товары. Но тогда эти товары не были этим ширпотребом. Сейчас все по 50-х. Признак 60-х годов, это и тайские, в том числе, шубы зимние у мужчин. Вот они были натуральные, причем отстегивалась подкладка меховая, и чтобы можно было вверх постирать опюшенными, они были синими, с молниями, очень добротные, ричневые, ярких расцвета. У нас же, если даже не дублен, то полушуба, он крылся черной ирзой, в лучшем случае, и походил на рабочую одежду. А вот эти шубы, они все-таки сделали имидж начала 60-х, вот и мужчинам, да и женские были, и шапки, и там лисии входили в моду. Их было достаточно в продаже этих вещей? Или все-таки дефицит? Нет, 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 это все-таки. Дефицит существовал, тоже приходилось как-то выбивать выиски. Если что-то выбрасывать, конечно, вряд ли уж там все это было. Но если типичное 60-х, вспомним операцию, это вот типаж рот-полу, не Улин, да, Вицин, Моргунов, зимой там. Один рот-полу пальто с хлястиком, это вот на Моргунове, это вот раз типичная мода 60-х, бушлат-не бушлат, пальто-не пальто. Были-то и кожаные. Вот мне подарили недавно эту вещь, кожаную, она стоила безумно дорого из 60-х. Вот я это все специальным составом пропитал, размягчил, примерил, раз по мне, но я бы не рискнул не ходить, потому что действительно это вот холом, тяжело, надо очень... Но тепло. Да вряд ли, вряд ли. Или когда кожа, несмотря на толщину, и многие же убедились после волны вот этой кожи 90-х, что кожа, она, в принципе, холодная всегда, от ветра, от дождя, а зимой, к тому же там байовые подклады были все... Да, этот самый Вицын, это длинная мохнатая шуба. Лисия тоже была. Да. Лисия, по-моему, тоже. Да, вот или там репесец какой-то, но что-то тоже вот было. И, значит, не Улин, это курточка уже спортивного такого покроя, ближе студенческая, и шапочка с помпоном. Вот этот. Это типичная 60-я. Да, и, конечно, прибежал Шурик тоже в каком-то этом постовом тулупе, но вполне в их тулупах ходили, потому что Дублен и Дублен и это вошли в моду. Даже стали культовой одеждой раз вот с конца 60-х, это уже ближе к 70-м, и даже там про Брежнева загадка была Дублен, что это такое там. Вот, а так как не было, то у нас там доставали эти армейские белые тулупы, красили их где-то, вот, и шили это или просто ходили. Ну, они же очень плотные армейские, да, с овчинами. Да, считалось, он почти Дублен, там какой-то воротник пришивали благородный, и все это... Давайте уже ближе к 70-м, мы в плане моды зимней перейдем уже после небольшой рекламы. 70-е это опять... Давайте на рекламу прервемся. Да, Евгений Питунин, историк, краевед, руководитель музея Авиатского госуниверситета. Продолжим через полторы минуты. Сделано в ветке. Ностальгируем мы тут потихоньку по советской зимней моде. Евгений Питунин, историк, краевед, руководитель музея Авиатского госуниверситета. В общем, тот человек, который многое из того, о чем рассказывает, имел в своем гардеробе, не имеет, и продолжает. Но вот сегодня я не рискнул прийти вот в том же Жене 60-х годов, потому что я просто не дошел бы, я упал бы, наверное, и лежал бы, и замерзал в нем где-нибудь на углу правительства. Ну, а уменьшение веса одежды, это одна из тенденций, которая... И подвижность, мобильность. И подвижность, да, да, да. То, что на протяжении последних десятилетий проходило происходило. Ну, вот 70-е годы, 70-е пришли, эпоха уже многим знакома. Это мои старшие классы, мое студенчество. Ну, конечно, символ, символы это... Ну, возьмем фильм, тут же ирония судьбы, это Лех Дублен на мехове, итальянц или француз. Она зимой не согревала, вряд ли бы он даже московскую зиму себя комфортно чувствовал. И это, конечно, знаменитые шапки-грибки из длинноворстного меха, это лиса и лепесец. Ну, конечно, эталон, это на брыльс, и всюду фотографии многие брали, но, конечно, не все походили на брыльс в таких шапках. И причем в 70-е они были, конечно, грубые, там изнутри был какой-то горшок тяжелый, и вот это сидело на голове консервная банка. А сейчас тоже вот снова мода вернулась, я поглядел, внутри вязаная шапочка, а сверху вот такой же грибок. И очень хорошо сидит и мягко, и все такое. Но, тем не менее, сапоги чулки появились, тогда же эти, расслоение было. Сапоги, дефис чулки. Сапоги чулки, это была большая платформа с облуком-то и опытом, потом подобие этого лаиронного галоши или ботинка без шнурков. И из чего-то мягкого, из кожи молодого дерматина, это мягкая субстанция, вот ногу воткнул, а потом этот сапог, носок одевать, и вот, оп, колено вот натяну, и на ноге он плотно сидит. Слушайте, а кожзам когда получил свое шествие победоносное? Да и он, господи, ирза, это еще и до войны было, а потом все менялось, и синтетик, победное шествие синтетик и началось в 60-е годы. Отсюда и мода, вот эти искусственные шубы, которые не согревали в холода абсолютно, искусственные шапки, которые вот берешь, и она током тебя бьет, потому что она электризуется. И вот мужики, особенно на заводах, полно вот этих, особенно год-два поносят, эта шуба теряла форму, и ворс она свайлачивалась, представляла собой такую непонятную. Я думал, это давно прошло, да вот не поверите, в этом году, в 18-м году, где-то в начале года я ехал по улице Лепсе, зашел в один торговый центр, и рядом там был бар такой, бар явно не элитарный, а бар был для народа. Рабоче-крестьянский. Ну да, такое для народа попроще. И вот там стоял типаж. У меня челюсть от висла, конечно, это был реликт из 70-х, то есть у него была искусственная шуба. Надо было зафотить и в Инстаграм. Да, и у него была искусственная шапка, причем он себя вполне комфортно, но даже вот судя по наружности, я так на него долго смотрел, он не производил впечатления сильно пьющего человека, но тем не менее он вполне естественно себя чувствовал. Вот оказывается, в Ирове еще что, можно поискать и можно найти типажи. Вообще вот это время массовости, вот все вот эти 60-е, 70-е, даже 80-е, надо было быть все. Если все носили брюки, Леш, то тебе нельзя было выйти в дуд, потому что ты идиот смотрелся. Если все дамы носили облук, ой, ты сапоги чул и с толстым облуком на шпиль, и выйти ты уже вот. И поэтому по улице идешь, и очень редко вот эти найденные, перешитые, дублен, и вот что-то все одинаково. И она стала меняться, конечно, только в 80-м. Ну, шап еще была загадка из зимних времен, что такое бомбы стоят, роли и идут. Вот это демонстрация 7 ноября, бомбурячий шап и на трибуне, рабочий класс в роли, эх, и в искусственных идет мимо них еще писках 80-х, это белые сапоги. Это ездили специально в Москву, ездили, добывали белые женские сапоги. Это из какого материала? Кожа? Кожа, кому повезет. Но в основном так, кожи сейчас не было. Это сейчас пишут. Кожа для еврозимы. Вот вошло понятие еврозима. Это все, что было до сегодняшнего дня, я понимаю, еврозима. То есть, если перевести кожа для еврозимы, это сапоги из кожи молодого дерматина для слякать. Одноразовая. На нормальный язык. Тот же самый кожзам, да. Для не слишком морозной погоды. Вот. Ну, синтетик, конечно, несогревающий, римплен там и прочее. Но 70-е, интересная мода. Вот 80-м пошло такое смешение стилей. Вот смотришь, по крайней мере, мода 70-х, она не вызывает смех и не вызывает отторжения. А смотришь на моду 80-х, вот все эти известные уже появились там наши, которые не слезают со сцены до сих пор в новогодние огонь. И все наши эти артисты, которые там демонстрируют свои искусственные органы и прочее там париэ. Вот они в модах 80-х, они смотрятся просто смешно. Не буду называть фамилии, но это же самые известные. Смотри, телевизор. Появились первые сапоги Дути. И у нас завод 80-е годы, это году 83-м, первый Вахрушевский комбинат выпустил сапоги. Их в Ирове называли луноходы. Это были и дешевые, объемные сапоги из какой-то синтетики, и в них вставлялись поролоновые носки. Ноги в них прелись со страшной силой, но и брали. А луноходы потому, что они походят на нижнюю часть скафандра или чего? Ну да, они космические. С серебром, синее с серебром, красное с синим, что-то такое. То есть это была новизна, это было продвинутое. Они ломались, там подошва была с перегородками, которые ломались туда, что-то подкладывали. И вот носили школьницы, ПТУшницы, зимнее пальто, песцовый воротник, шапочка или платочек вязаные. И вот эти дути, и сапоги, и тонень, и ножон, и из них торчат. Конечно, ходили. К тому же появились уже, там стали названия. От 70-х была знаменитая рубашка Батни. Это на кнопочках появился Тан-Эр. Достать Тан-Эр в 80-е. А что такое Тан-Эр? Это просто не Болоньевая. Урт из плащев и тоже на кнопочках. Причем дальше Аляска. Аляска это тоже любая урточка. Аляска это вообще бренд. Абюшон и просто торочь мехом искусственным была. Это все называлось Аляской. Интересное явление в Ирееве было. У нас-то мало что было в 80-е годы. А машины уже стали появляться у народа. Да и дороги сделали более-менее. Поэтому люди оперировались, садились на машину и отправлялись на шоппинг. Куда-нибудь в Мураши, в Апарино, в Зуевский район, в Леспромхозы. Там где снабжались местным эти Тан-Эр-Аляски. Они и нафиг не нужны были. И поэтому там хватали целыми машинами. Везли даже. Ездили куда-то. Сейчас я скажу. До Лальс, если не было. Из Лальс автобус ходил в Архангельскую область. Там был какой-то Леспромхозовский поселок. Вот оттуда вывозили первые сапоги из плащев и на липучках. И вот это, это, это. Вот такой шоппинг. Наверное, многие вспомнят, что шастали по этим самым Леспромхозовским поселкам. И привозили многие дефицитные по тем временам вещи. Конечно, тоже мода была. Если смешно смотрелись девочки в этих дутиках, то не менее смешно смотрелись и в школьни, и в шубах объемных, там, искусственных, и шапка петушок вошла в моду в 80-е. Это вязаная шапочка. Торчащая такая. Нелепая довольно. Вот. Поближе, пожалуйста. Наверное, кнец в 80-х. Это уже брали штурмом поезда Иров, Москва, Пиинтам или прочее. Когда прямо из окон на перроне продавали эти, ну, зимние, не зимние, ну, разные ужины, урт и прочие шмотки. Вот. Ну, постепенно это вот стало все устаниваться. Постепенно уже волна вот этого ширпотреба и прочей безвкусицы. Я вас в перерыве спрашивал. Когда такое явление, как пуховик-то к нам? Пуховик появился в 80-х. Залетело. Я говорил, что я где-то... Дочь у меня еще совсем-совсем маленькая была, и она захотела пуховик. Пошли с ней на рынок, на центральный тогда торговали. Люди стояли прямо на улице. Видимо, шили все это по подвалам. И бог знает, где даже не... Итай еще не было такой массовости. Видимо, брали просто небанальные. Их красили в сиреневый, фиолетовый, зеленый, синий цвет. В лучшем случае пропитывали этой избалончикой, палаточной пропиткой. По деревням раздобывали перо от куриц, напихивали все. И вот у меня эта маленькая девочка, она говорит, «Хочу пуховик, ой, сиреневый-то, ой, все это». А тетка его постоянно встряхивала. Мне что-то подозрительно показалось. И довольно-то я взял, там эти колючие перья лезут. «Хочу, хочу». Ну, с ребенком, сами понимаете, спорить все равно, что с радио. «Ну, хочешь, бери». И вот она вначале... До дома бежали, все, вышла на улицу. Через полчаса приходит холодно. Я посмотрел, а там этот пуховик превратился в мешок. Там внизу, в пироле, весь этот пух. И поэтому каждые полчаса надо было переворачивать, трясти, все. Потом, ну, были и приличные пуховики. И вот, например, на завод Лепси, и фабричные у меня до сих пор где-то висит. Это настоящее. Вот тогда уже почувствовали, что что-то грамотная одежда, что-то вся оперативная, подвальная. Но многие вспомнят, ходили в этих, в кожаных... Пару минут у нас остается. В 90-е заглянем? Или уже большого смысла нет? Там уже все, там уже смешение всего. Вообще вот самые ошмары, вот сейчас ужасы нашего города. Это вот все это, это искусственные шубы, я уже говорил. Еще где-то в 80-е. И в 90-е, когда уже мода пошла на нор, когда уже там андатра, там, хорошие андатры, это уже не то, появились шаб и фармов. И это был тоже ужас нашего города. Я не знаю, наверное, они всюду были. Это брали бобра, там, или любой мерзок, ну, с целью экономии, чтобы не тратиться на уши, и на прочее шили такой горшок, который напоминал по виду шаб. Вот это ходили люди. Я думаю, что у доброй части наших слушателей где-то там в гардеробе хранятся эти фармовки. Вторая, это была тема, это ужас того времени. Обувь была без протетора, практически и до 90-х сохранялись. С глоткой подошвой они научились, поэтому, вот, конечно, везде были советы, там, проб и от пива, клей, там, момент, и т.д. Легкопластырь, я помню. Пластырь, все это сейчас от этого ушло. И еще интересный момент, вот, опять же, я упустил про 70-е. Вот, почему все дамы в брюках все 70-е годы ходили? Да потому что лгот импортный при зарплате 100-120 рублей стоили 7 рублей, ну, отечественные подешевле, рвались они на раз, и поэтому в брюках было выгодно, потому что под брюками носили рваные лготы. И женщины, и мужчины, имеем в виду, носили брюки. Нет, я про женские брюки. И тогда брюки не только шить, но уже можно было и упить. Вот, поэтому даже в той же иронии судьбы, посмотрите, все дамы, роме этой, на день все в штанах, вот, а удобно было рваных лгот, а эти платья с хорошими лготами одевали, и это парадные случаи. Ну, вот, дошли мы до нынешнего, где все это менялось-менялось, и вот тут я прошелся по магазинам. Нам несколько слов только осталось сказать. Да, если и вся эта мода за полвека в основном представляла, ну, если не ужас-ужас, то просто ужас за редким исключением, там, да, добротная меха, там, и что-то было, то сейчас это ужас с тремя восклицательными знаками. Эти огромные шмарные подвалы, набитые магазинами, где ноль покупателей, где эти противные сольские пухови, и устаревшие 10 лет назад из Турции, и та еще от УДЭТ, и эти несчастные спящие продавщицы, потому что никто не берет эти. И это жалоподобие с ИДЭ, хоть и написано 50%, это и даром ему не надо. Вот бабуш, и они лучше предпочитают, и люди продвинутые в сэндрах, там хоть понятия брендовые, хоть одежда, а вот это все в нормальной стране бы, понимаете, это все бы списали, отдали бы бездомным в церкви куда-то, потому что это то, что висит в 90% и в магазинах, это никому не надо, и это не будет никогда куплено. Это подлежит списанию, утилизации, либо раздаче задаром. А у нас-то и доходы у нашего малого бизнеса, что они вынуждены искать, снижать цену, чтобы хоть чего-то отбить, и поэтому найти, я знаю мучения наших женщин сегодня, чтобы найти хороший товар, хорошую горнолыжную куртку, хорошие там натинсулы эти, там, ну не пухови, чего-то, это надо постараться, то есть и тогда надо было доставать, и сейчас это мы уже пришли. Теплой вам зимы, хорошей вам комфортной одежды этой зимой, еще раз со всеми у вас проходящими праздниками. Спасибо, Евгений Альбертович, за этот экскурс, очень было интересно, надеюсь, слушателям, тоже я про себя сейчас в первую очередь сказал, интересно, да, мы обязательно через две недели встретимся, и еще какую-нибудь зимнюю тему придумаем обязательно, как люди время свободное проводили, как развлекались и так далее, да? Ну, это же вторая пословица, веселье на Руси есть многотончание. Спасибо, Евгений Питонин, историк Раеветас, руководитель музея ВИАТГУ, программа, сделанная в ВИАТКЕ, до свидания. СДЕЛАНО В ВИАТКЕ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...